13 число стало роковым для астраханского мэра. Городоначальника задержались по личным при попытке получения взятки в размере 10 миллионов рублей. Сейчас Михаил Столяров доставлен в московское СИЗО. Планируются допросы. Информация о задержании астраханского мэра изначально появилась в новостных лентах московских СМИ. Ни астраханские правоохранительные органы, ни региональный следственный комитет местным журналистам никаких комментариев не давали. Обоснование одно. Следствие ведут федеральные органы. Даже ОМОН, который участвовал в задержании Столярова, гости из столицы. По последней информации Следственного комитета России, в отношении Столярова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. Получение взятки в особо крупном размере. Напомним, речь идет о взятке в 10 миллионов рублей. Вчера в Астрахани были проведены обыски в администрации города и по месту жительства Столярова. Так вот, в ходе обысков были изъяты предметы и документы, подтверждающие причастность чиновника к совершенному преступлению. Сейчас следователи изучают, анализируют изъятое. Свой комментарий на эту тему дал и губернатор Астраханской области. Александр Жилкин высказался еще вчера. В своем микроблоге он написал, жаль, что некоторые люди не прислушиваются к предупреждениям. Следите за информацией, неприятно, но это будет справедливо. Сегодня свой официальный комментарий на камеру Жилкин дал российским телекомпаниям. В высказываниях он был категоричен. Эта мэрия еще ничего не успев сделать хорошее, только всегда ссылалась на то, что у них не хватает денег, они не могут быстро оформлять какие-то документы, процессы налаживать, но оказывается, очень эффективно умели воровать. Поэтому факт есть факт, неприятный для региона, но он справедливый, то, что я и написал. Рядовых астраханцев сейчас больше всего волнует вопрос, кто будет управлять городом. Согласно закону, избранный мэр теряет должность сразу после вступления в силу приговора суда, не раньше. Возможно, также и добровольная отставка. В любом случае, досрочные выборы должны пройти не позже, чем через полгода после ухода мэра. День выборов назначает городская дума. На кампанию отводится от 80 до 90 дней. При этом, в случае возникновения такого события, объявления выборов городской думой муниципального образования города Астрахань, они имеют право сократить срок избирательных действий на одну треть. То есть, тогда кампания пройдет достаточно скоротечно за два месяца. Ну, я не знаю, конечно, по какому пути пойдет городу. Мы с вами рассматриваем все варианты. Как сообщает официальный сайт администрации города, мэрия Астрахани работает в обычном режиме. Идет повседневная работа. Все муниципальные услуги оказываются в полном объеме. Обращения граждан рассматриваются в установленные законом сроки. Руководители структурных подразделений ведут личные приемы граждан согласно установленному графику. Ольга Агаркова, Анастасия Ширяева, Дмитрий Козинский, Новости 24, Астрахань.